Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В первой части программы Эсмер Абдулаева рассказала нам о том, что представляет собой азербайджанский ковер и какие школы ковроткачества есть в Азербайджане. Рассказала об интересных традициях, связанных с национальным ковром, расшифровала символы и орнаменты на коврах. В том же выпуске мы поговорили, как отличить уникальный азербайджанский ковер ручной работы от подделки и на что обратить внимание при покупке качественного ковра. Азербайджанский ковроткачества Давайте поговорим об этом. Вы, поскольку являетесь креативным директором этой организации, расскажите нам об истории предприятия и о работе на сегодняшний день. Наша организация, я могу с полной уверенностью об этом сказать, это уникальный формат, который, может быть, даже, я могу с полной уверенностью сказать, не встречается в мире. Наша история, как бы, азербайджанская история почти с 20, ну, с начала 20 века, можно говорить, потому что существовали уже небольшие артели по производству ковра еще в эпоху Российской империи. Небольшие мастерские, где создавались ковры, и уже происходил большой отток ковра на экспорт в различные страны. В то же время в России очень много, очень уходило, и в Европу также. И потом уже в советское время создалась такая организация Азербайджанская Азербайджанская, это больше выглядело как фабрика по производству ковра. Мастерских было мало, в основном работали надомники, то есть заказы давались на дом, и потом наши ковры, азербайджанские, продавались как на экспорт, вручные ковры. Они продавались как продукт Советского Союза. Вследствие этого это был большой отток наших ковров шло, и почему, в принципе, все, кто жили в советское время, очень хорошо помнят азербайджанские ковры на стене у себя дома. Потому что в советское время была еще такая фабрика гянджинская машинных ковров, которая производила очень неплохие ковры, и вот эти ковры расходились по всему Советскому Союзу. А уже ручные ковры, которые создавала Азербайджанская Азербайджанская, они продавались на экспорт, их вообще невозможно было найти в советское время. Азербайджанская Азербайджанская просуществовала достаточно долго уже при развале Советского Союза, в принципе, Азербайджанская Азербайджанская была уже ликвидирована. И в 2016 году по указу президента был воссоздан, и созвано Азрахалыча заново, в чем мы очень благодарны. И вообще всем это действительно большое, большое, большое дело как бы для Азербайджана. И главной целью нашей организации были поставлены перед нами такие цели – сохранение ковра в качестве, его восстановление, его продвижение. И в первую очередь сохранение человеческого капитала именно людей, которые ткут ковры. Потому что научить ткать ковер быстро любого человека невозможно. Это все-таки традиционное творчество, это действительно произведение искусства, созданное женщинами. Если это было бы так легко, то в других странах мира это тоже быстро бы создали, это производство. В принципе, сейчас на данный момент всего несколько стран, которые производят ручные ковры. Это достаточно выгодный бизнес. Могли бы очень много другие люди, другие страны бы тоже это задействовать, но, к сожалению, это не так легко. И поэтому вследствие этого было создано Азархалча, было открыто очень много студий и мастерских. Мы очень рады, что сейчас у нас около 15 мастерских, около 600 ткачих женщин, которые живут в сельских местностях. И с помощью поддержки государства мы смогли бы создать эту организацию, которая полностью защищает права этих женщин, которые работают на производстве. У них совершенно чистые зарплаты, у них есть отчисления в пенсионный фонд. Они работают не больше 40 часов в неделю, они имеют чистые, красивые мастерские, они социализируются в обществе, они работают по всем правам, которые предоставляет государство всем, кто работает. Почему я еще это отмечаю? Потому что до сих пор в 21 веке производство ковра в других странах, я не побоюсь этого слова сказать, построено на очень-очень не очень стабильных условиях. Потому что ковра от качества в других странах мира, это использование детского труда, это очень низкие зарплаты и никакой стабильной зарплаты, это просто очень-очень-очень черный бизнес. К сожалению, это так. Я это могу сказать любому, потому что мы все знаем, это Афганистан, это Пакистан, это другие страны. Я не умоляю достойно тех крупных производителей, которые это все обеспечивают, но, к сожалению, это так. У меня даже появилась такая сертификация сейчас в мире на ковры, не использована детского труда. Да, это должен обязательно быть на ковре, кто покупает ковер, который выткан там, я не знаю, я не буду называть страны где, чтобы обязательно была эта сертификация. И вот Азар Халча предоставляет все социальные, социальную поддержку этим женщинам, которые живут в очень отдаленных регионах. Они приезжают каждый раз на работу в чистые мастерские, где у них есть 6 часов, 8 часов рабочего дня. Их привозят бесплатно из транспорта, у нас все есть автобусы в каждой мастерской. И этих женщин забирают из далеких сел и привозят в центр региона, района, где они работают. То есть вы можете себе представить такую организацию, где такое есть вообще. Да, тем более для ковра от качества. И поэтому я считаю, что у нас уникальная организация. И, естественно, если бы не было поддержки такой со стороны государства, все это было бы очень сложно держать, такое большое производство. И действительно команда, также есть команда, которая финализирует ковер, его чистит, моет, после того, как он входит в склонка. То есть это такой конвейерный программ, система, где всегда нужны специалисты, которые знают ковер. И вот даже в этом проекте Яна Ката главными действующими лицами его промоушен-компании, его рекламной компанией были наши ткачихи. И были наши мастера, которые стригут ковер, которые его натягивают, которые его финализируют. И это действительно было очень приятно. И он всегда говорил, это уникальные люди, в руках которых создаются искусства. Безусловно, и обратная связь со стороны ткачих, она очень, наверное, от души, она яркая. Потому что, когда ценится, когда уважается труд мастера, это наверняка их стимулирует делать еще лучше, еще красивее ковры. И мы также хотели бы спросить у вас о работе за рубежом Азерхалча. Мы наслышаны, что в разных странах представляются азербайджанские ковры. Вот недавно, насколько я знаю, относительно недавно, в Москве тоже был открыт павильон азербайджанских ковров. Вот расскажите подробнее об этом. Да, вот мы как новая команда, для нас было очень важно, конечно, представить азербайджанский ковер как на международном рынке. Это как платформа, которая действительно очень важна для нас. И, конечно, мы хотели, чтобы это было под эгидой Made in Azerbaijan и азербайджанские ковры, а не как до этого этот бренд больше был как бы кавказские ковры. И для нас сейчас важно, чтобы мы это могли так представить. Мы, да, провели достаточно большое количество выставок за границей, даже перечислять несложно, где мы только не были, где мы только сейчас не презентовались. В Москве, в России у нас представлено было несколько хороших проектов. Мы и в Экспо участвовали на хом-текстиле большой выставке, очень интересный у нас павильон был. Большой интерес был. Мы также проводим лекции, воркшопы, тренинги. То есть это очень важно. Приглашаем дизайнеров, которые могут с нами работать и на спешл заказах для индивидуальных клиентов. Последний один из, наверное, тоже очень удачных проектов азербайджанских ковры представлен в Вашингтоне сейчас. И была большая выставка. И как бы мэр Нью-Йорка объявил эту неделю как бы женщин азербайджанских ткачев. Неделю тех женщин, которые живут в сельских местностях. Это было очень приятно. Азербайджанский ковер сейчас представлен в Америке. Это тоже очень важно. У нас всегда находятся партнеры, которые нам помогают по продвижению азербайджанского ковра на рынке, на международном рынке. Мы участвуем в них в культурах Азербайджана, в различных дип-миссиях Азербайджана. Сама я лично была в Сербии, где мы представили наши ковры. Очень большой интерес был со стороны гостей и жителей города самого. Очень интересная программа была. Я могу, наверное, много перечислять, где мы только не представляемся. И на местных, на международных фестивалях и так далее, которые проходят в Баку. Мы также участвуем. Наши инсталляции совершенно отдельные. Это не просто ковер, который повешен на стену. Мы как бы стараемся создать историю ковра. Также очень гордимся выставкой в Шуше, которая была представлена в прошлом мае. Это был очень интересный проект. Тоже мы представили, как рождается ковер. И вся эта сценария была создана там от нуля до самого конца. Это весь процесс, то, что не видят люди, которые не видят только готовый ковер, а как он производится. Это очень интересно. Это такой очень интересный интертейнмент, развлечение для людей, которые могут сами тоже поучаствовать. Красить нити, создавать нити, ткать ковер, его стричь. Это очень-все очень интересно. Мыть, и все это очень интересно. И мы надеемся, что в дальнейшем мы будем продолжать вот в таком формате. Вот у нас в Латвии была большая выставка. Сейчас мы хотим продолжить все это, уже работать со студентами текстильного факультета, рассказать о том, как работает. То есть много очень планов, очень много сотрудничества с различными странами. мира, с людьми, которые... Мы все, в принципе, все ковроткачи, люди, работающие в сектиле, в принципе, разговаривают на одном языке. Это вообще очень-очень приятно, что всегда культура – это такой мост между народами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Я думаю, что нам следует сейчас подробнее рассказать именно об этапах создания настоящего азербайджанского ковра. Вот начиная вот с сбора, да, обработки шерсти, насколько я понимаю. Вот давайте расскажем, раскроем всю тайну вот в закулисе создания этой красоты. Да, действительно. Ну, сейчас, конечно, технологии достаточно ушли вперед. И что самое интересное, крупные производители ковров в мире, они стараются как-то вести какой-то... Ну, технологии достаточно ускорить процесс, облегчить его. Понятно, что сейчас очень много всего есть. Определенные машины, которые могут стричь ковер и все. Ну, некоторые из них уже, в принципе, используют это, но при этом теряя какие-то технологии старинные. Мы их сохраняем от и до. Были у нас специалисты других стран, которые говорили, почему вы стрижете вот каждую линию этими ножницами. Ну, можно же это в конце все уже потом машинкой порезать. Постричь, и это будет быстрее, вы теряете время, вот женщины пока это вырезают. Наши ткачи ходят со своими ножницами, которые они также и в древности такие же. То есть эти материалы, как бы эти инструменты, они все сохраняются. То есть когда ты людям показываешь, как тяжело это создается, в наших шоурумах, вот у нас в Форсизнессе есть шоурум, также есть станок, есть ткачика, которая приглашает каждого гостя, ну, постараться сделать что-то, хотя бы один узелок, и как это трудно. И все, когда понимает, как это все создается, он и ценность ковра тоже понимает, его цены. И один квадратный метр ковра шерстного ткется за месяц одной женщины, а шелковый и два месяца, и того два месяца. То есть в эпоху, когда машины создают за секунду один ковер, действительно, очень сложно клиенту объяснить, насколько это ценно и трудоемко, и насколько мы стараемся сохранить эти технологии полностью от и до. Естественно, когда задаются вопросы, почему так дорого или так далее, хотя у нас не сильно дорогой ковер, по-своему, с мировыми ценами, но это, конечно, нужно понимание. И у нас вот в шоуруме, в старом городе, мы тоже приглашаем всех, кто может прийти, зайти, гостей, Беккала-15, у нас большой шоурум. И там буквально у нас есть такая экспозиция, где показываются все технологии, процессы того, как создаются ковер. Все материалы, такая инструкция, как это все делается, мы рассказываем об этом, и ткачиха показывает, как ткет. Каждый может поучаствовать. У нас даже были education-программы для людей, которые хотят ткать ковер. То есть мы проводим такие курсы, кто хочет попробовать и так далее. Это не так легко, это не так, чтобы прям очень легко, но мы придумали такие технологии, когда очень людей можно заинтересовать. То есть, в принципе, когда ты продаешь продукт, хороший, качественный, высококачественный, мы называем его продуктом, но, в принципе, когда мы понимаем, что это произведение искусства, что это тепло женских рук, их эмоциональное состояние, каждый день она приходит ткать ковер в различном состоянии. Она передает туда свою духовность, внутреннее состояние, она передает это тепло. И что самое интересное, каждый ковер выходит в различном, обязательно точно в размерах не выходит. Там бывает 2 сантиметра, 10 миллиметров, то есть нет похожего ковра. Он может быть, он живой, да, он как бы как произведение искусства. То есть он каждый имеет, также у нас он нумеруется, у нас каждый ковер имеет свой номер. Их может быть 10 тысяч ковров, но мы их нумеруем по одному. То есть это фактор того, что у нас продукт не массовый. И два абсолютно одинаковых ковророчной работы, они... Они не одинаковые, да, они не одинаковые. Они могут где-то быть чуть-чуть, то есть они похожи, но если приглядеться, у него где-то, где-то рамочка чуть-чуть так, где-то там размерчик так не сел. Ну, как бы чуть-чуть 2 миллиметра. Поэтому у нас всегда во всех паспортах у каждого ковра есть свой номер, есть свой размер, и там мы размер учитываем прям вот один сантиметр, да. Мы его один сантиметр пишем. Здесь очень важно это не утерять, и массовое производство от ручного, конечно, надо заделить. Мы знаем, что вы доктор философии, вы искусствовед. Также, насколько я знаю, вы преподаете в Азербайджанской академии художеств студентам. Также вы являетесь креативным директором Азерхалча, как мы уже сказали. Вот компонуя все это, вот складывая все это, мы бы хотели узнать у вас, вот в чем вы получаете радость и удовольствие от вашей работы. Ну, многие годы, конечно, я заканчивала искусствоведение, и, конечно, очень хотела быть художником, и меня тогда, конечно, очень сильно не пускал папа поступать на художественный факультет, и я думала, вот попаду на искусствоведение, потом переведусь. Но не пожалела ни один раз, наставила очень сильно, были родители против, и как бы я всегда любила искусство, всегда что-то там рисовала и так далее, ну, стало как бы критиком. Но прошло очень хорошее время студенческое, 90-е годы, когда формировался независимый Азербайджан, и была частью этого процесса. И, конечно, я очень счастлива, что очень много узнала интересных людей, очень великих художников и людей, которые творили именно современное независимое азербайджанское искусство. Это очень важно, я бы это хотела отметить. Да, защищалась, преподавала около 25-24 лет у меня опыт работы педагогической деятельностью. Я всегда себя считала человеком-педагогом, я очень люблю делиться, очень люблю молодежь. Помимо того, что я, пока я преподавала, я защищалась, доцентом стала уже, как бы, университет, академия художеств, много проектов, связанных с молодежью у меня было, ну, как бы, дополнительно, много социальных проектов, много женских проектов, международных. Веду я один из международных проектов достаточно долго уже, он тоже относится к Академии художеств, с нашими английскими партнерами, которые также для определенной группы студентов в САБАХ преподают дополнительно, очень интересная программа. Это тоже связано с факультетом декоративно-прикладного искусства, там тоже есть и ковер, и текстиль, и керамика, и дизайн. Большой опыт именно работы в международных проектах, как куратора, это мне очень, 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 я рада, что я это смогла сделать. Ну, и как бы экспертом в креативных индустриях иду в целом. Много участвовала в проектах международных, но как педагог я всегда оставалась педагогом. Я никогда не отказывалась от педагогической деятельности. Преподаю на большинство в магистратуре. Около 30 предметов, наверное, за всю свою жизнь я преподавала. История искусств – это было, конечно, самое важное, критика художества, ну, много чего. Последние годы я преподаю арт-менеджмент, это тоже интересный предмет. Надеюсь на то, что я смогу продолжить это в том формате рабочем, в котором я сейчас нахожусь. Конечно, времени на все не хватает, но я верю в нашу молодежь творческую, я очень люблю студентов, очень люблю молодежь. В своем преподавании я стараюсь, конечно, идти ногу со временем и говорить на том языке, на котором мой студент находится. Заинтересовать студента – это очень важно. Сегодня в мире, в эпоху глобализации, цифрового мира и информации, которая поступает со всех сторон, конечно, мое мнение, что образование – это не процесс накопления знаний, а процесс его сиюминутного применения. То есть мы должны студентов сегодня научить молодежь, как эти знания применить и куда. В очень практичной форме. Потому что у них накопление информации, как было у нас, знаний. Сегодня это все делает за нас как бы новые технологии. Ну и на сегодняшний день искусственный интеллект, который также дает полсиминутную информацию. Запоминать определенные сложные даты и так далее. Сегодняшний день – это просто как бы, да, очень-очень эрудированный человек. Но на этом все. А как ты эти знания сможешь применить, ее оригинальное решение любого вопроса, более креативный подход? Я в это верю, что через некоторое время будут нужны специалисты с креативным мышлением, с оригинальным мышлением, которые могут быстро принять решение. Оригинальное, сиюминутное. А не действительно специалисты, которые уйдут, специалисты, которые уже за все делают машины. Поэтому молодежь в этом смысле творческая, она вообще ценится намного больше. Времена другие, молодежь другая. Ну, я человек, который никогда не смотрит назад, несмотря на то, что я очень много работаю с наследием, с историей, традициями. Я за прогресс. И для меня это важно. Никогда не причитаю о том, что, ой, вот времена поменялись, вот уже не то, знания не те, студенты слабые. Я всегда говорю о том, что нету слабых студентов. У меня их не было. И все мои студенты это подтвердят. Я со студентами работаю не только на лекциях. Я много приглашаю их в проекты. Они остаются у меня друзьями. Я их стараюсь мотивировать, стараюсь двигать. Я очень рада, когда слышу откуда-то с какой-то там сыпь, с какого-то пьедестайла о том, что он когда-то был моим студентом. Я очень рада. У меня таких студентов много. Я их прямо вот отсюда приветствую и желаю удачи. Ой, великолепно. Я была бы счастлива быть и вашим студентом тоже. Эсмир Ханым, еще раз благодарим вас за столь интересную беседу. Вы знаете, что мы всегда рады видеть вас на нашей программе, на нашем телеканале. Желаем вам успехов, удачи, ну и новых креативных проектов. Вам спасибо большое за приглашение. Приглашайте. Я всегда рада поучаствовать, поговорить, побеседовать. Всем спасибо. А я напомню, что в этом выпуске программы «Есть разговор» на телеканале CBC мы беседовали с креативным директором Открытого акционерного общества Азер Халча Эсмир Абдулаевой. Спасибо, что были с нами. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok